hola amigos сегодня я записываю юбилейное видео для канала сотая так что мои поздравления вам что вы терпите меня уже на протяжении 99 видео уже пойдет сотое видео как вы меня терпите я сегодня приехала специально к океану чтобы заснять свое юбилейное видео и она с тенерифа получается все видео кроме одного были записаны на тенерифа и поэтому всех нас с праздничком сегодня я расскажу с какими трудностями я столкнулась и неожиданностями в процессе съемки этих видосов для вас начну я пожалуй с того что это очень тяжело снимать на вытянутую руку держа камеру и чтобы еще захватывать пейзаж вот так вот так камеру держать очень тяжело если это не телефон еще сложнее потому что вес камеры автоматически увеличивается я до этого не знала этого но это действительно тяжело это пожалуй будет первый нюанс в этом деле блогерском есть еще нюанс по поводу того что ты снимаешь в общественных местах и люди по разному реагируют на эти видео и поэтому ты должен стойко держаться есть люди которым нравится попадать в кадр есть люди которым не нравится есть музыка которая случайно попадает в кадр она не должна не в кадр но в кадр да вот там будет сейчас эта музыка отбивать я может быть туда даже не пойду музыка попадает кадр люди вот они не планировали попадать в кадр и с этим возникают не некие проблемы но также еще есть сложности с тем что нужно не стесняться разговаривать на камеру даже в присутствии большого количества людей которые могут себя посмеяться или поддержать и поучаствовать как-то в твоих видосиках по-разному может быть у меня было по-разному поэтому в принципе я рада что я начала это пробовать в испании мне кажется других каких-то местах мне бы было сложнее это делать здесь атмосфера располагающая к съемке видео чаще всего поэтому я собственно справилась с этими трудностями еще есть вопрос по поводу сценария который нужно ой музыка там играет сценария который нужно желательно написать на листочки перед тем как записывать видосик но я этого не делаю пока что вот эти все мои видосы они без сценария то есть я что-то на ходу моментально подхватываю какую-то тему и и рассказываю про неё вам так что я слёта начинаю эту тему развивать и обсуждать и потом забываю его так вот снимаю видоса надо снимать вот так вот пока что сценария у меня нет но возможно в будущем я начну даже писать сценарии для небольшие для видосов начну с этого по крайней мере пока что вот закат и без сценария но будущем все может быть все может быть так как для меня это сейчас блоггинг это просто хобби я решила попробовать себя в новом деле я только учусь поэтому не судите меня строго пишите в комментариях свои пожелания как развиваться правильно блоггинге может какие-то советики дадите что-то интересное подскажете или что-то замечание какое-то дадите что-то не так моих видосах и это имеет место быть я я обязательно прислушиваюсь а к вашим замечать так какие у меня еще есть вот без сценария видите как плохо отвлекаешься на людей которые там бегают какие там еще но я все равно туда пойду хоть даже музыка играет меня это все должно не волновать единственное что это волнует youtube авторские права у меня мало волнует потому что мне этот пляж вот этот на который я перехожу очень нравится это мой любимый пляж на острове я все таки пожалуй перейду сюда и буду здесь записывать свой видосик дальше пока еще не потемнело надеюсь меня слышно хорошо а вот как раз таки нюанс со звуком так как я начинающий блогер естественно я снимаю практически всегда на телефон изредка на камеру у которой есть встроенный микрофон и там нет возможности подключить внешний микрофон и на данный момент мне нет свободных ресурсов для приобретения микрофона и годной камеры пока что поэтому будем снимать так но возможно очень скоро или не скоро у меня появится нормальный микрофон нормальная камера если конечно вы меня поддержите будете писать активно комментарии интересоваться чем-то в общем активную деятельность вести на моем канале возможно я буду развиваться и приобрету камеру и качественный микрофон все может быть так что все зависит не только от меня пока что это мое хобби и я на него могу выделить определенное количество денег и времени в том числе поэтому вот так получается у меня пока что без качественного оборудования но природа позаботилась о том чтобы картинка была очень классная сами видите как природа позаботилась о том чтобы наслаждались прекрасной картинкой на заднем фоне ну и мной конечно я тут конечно не сильно описываюсь но все же я здесь хожу мне достаточно того что я могу наслаждаться этим видом вживую а вот еще как раз пока музыка играет на заднем плане я вспомнила я не монтирую видео абсолютно не делаю никаких нарезок склеек просто записываю однокадровое видео все пишется одним кадром без права на ошибку и это заливается на youtube так что у меня есть некоторые сложности с этим но я немножечко разбираюсь а в программках для монтажа сейчас скажу вам всем по секретику и по и поэтому имейте ввиду возможно в будущих видосов совсем скоро будет и монтаж но тогда вы не можете узнать много секретиков потому что все будет резаться вырезаться подчищаться и будет не так уже смешно как сейчас сейчас иногда такие могут выйти ляпы не знаю замечаете вы их или нет они могут выйти потому что все пишется одним кадром одним кадром и заливается сразу на youtube бывает так что очень часто бывает так что это пишется какой-то прекрасный день и потом следом же вечером заливается на канал это видео то есть день в день это даже не на следующий день а в тот же день заливается видео и поэтому не судите строго еще кстати нюансы по поводу блогинга то есть ты должен хоть как-то прилично выглядеть как-то быть прилично одет у тебя должна быть приличная мордашка в кадре если ты хочешь себя снимать и как-то наверно быть расположенным себя снимать потому что если не знаю нет настроения себя снимать иногда такое бывает что нет настроения себя снимать то уже не получится себяшное видео так что имейте ввиду хотя здесь вот в этом месте мне кажется уместно было бы снимать не себя а окрестности эти прекрасные пляжи мне очень нравится этот пляж и особенно когда сильно вода отходит то есть отлив наблюдается сейчас как раз очень сильно отлив наблюдается когда вот камни повымывала она то есть остались они уже не покрыты водой мне нравится когда так вода уходит сильно здесь это не очень для пляжников но сейчас небольшой сезон для пляжников особенно вечером поэтому не страшно но мне нравится когда отходит вода и здесь дает намного красивее для меня лично вот такой человек все только для для меня чтобы было красиво а ну еще скажу замечание по поводу ветра на тенерифе на тенерифе очень часто бывает сильный ветер и и вот прическа потом вот так вот делается надо поправлять постоянно меня и так и с этим проблема когда волосы цепляется где-то и мешает и надо его поправить и вечно поправлять так вот здесь бывает такой ветер что не удержать даже свой волос даже кепку можно не удержать его так надо держать или приклеивать иначе невозможно будет снимать но естественно это задувает микрофон и ужасный звук вы слышите тогда тогда меня не слышите вы слышите шум ужасный прям трансформирующийся в микрофоне ветра но такая красота не может быть без ветра не обойдется поэтому вот так что надо выше поднимать камеру я забываю я не забываю но рука как встает и все и приходится короче вот не приходится автоматически камера закидывается выше горизонта так что проще снимать окрестности иногда еще именно нюанс связан с тенерифа это то что на пляже днем ты не поснимаешь потому что обязательно будет кто-то кто здесь находится без купальника и это на youtube не прокатит а так как я не монтирую не вырезаю ничего пока что и вообще если ты пошел на пляж там если вырезать то ничего не останется собственно поэтому сильно не поснимаешь поэтому очень часто днем когда пляжный сезон я не снимаю я очень очень редко снимаю я уже запутываюсь связи с несколькими языками в моем голове моей голове как правильно сказать в общем я очень редко снимаю на самом именно пляже дневное время потому что очень высокие риски и снять людей у которых не хватило денег на купальники какие еще есть нюансы так надо сразу думать думать нюансы от или вспомнила один нюанс лично связан со мной что у меня как вы заметили выходят видосы более 10 минут с таймингом иногда это 20 минут это 30 минут это 40 но это больше связано с тем что я не монтирую во первых и во вторых что есть какой-то все таки сюжет даже если его не прописывал в тетради то он есть в голове какая-то тема и она должна быть завершена как мне кажется иначе видео будет очень очень бесполезным видео будет просто бесполезным очень бесполезным неправильно говорить видео будет бесполезным поэтому вот так вот за этого тайминг иногда сорян очень длинный если бы у меня был канал с монетизацией я была сейчас миллионером и жила на канарах с песни по жизни но сейчас я живу не постоянно с песни шучу конечно да еще раз хочу напомнить что это мое хобби зарабатываю на хлеб я другим образом не блогингом не ютубом не съемка видео и прочего поэтому продаю пахлаву на пляже дневное время поэтому вот почему у меня выходят видосы чаще всего вечера раскрыли мой секрет монтажа не будет нарезки не будет поэтому теперь вы знаете все думаю что что чтобы я могла еще упустить потому что в наверняка я что-то забыла сюжет не написала нет у меня плана тут записанного по пунктикам что еще вот начала я снимать видео для того чтобы не бояться говорить на камеру чтобы улучшить свою речь speaking на русском языке поэтому собственно я начала снимать видео еще чтобы не бояться говорить на камеру не бояться себя записывать не бояться говорить в общественных местах потренировать себя но и конечно же поделиться какой-то информацией от и на их и сейчас в данный момент возможно она будет кому-то полезно и кто-то когда-то сможет в этой тени от моего тела отдохнуть так что пишите комментарии обязательно спрашивайте интересуйтесь давайте какие-то советики потому что иногда не всегда но иногда я к ним все же прислушиваются это добро пожаловать в комментарии не всех услышим всем ответим вот такой вот видос смешной выше и долины и как всегда выйдет вот тут даже океан успокоился он редко бывает так спокоен сейчас когда я сюда ехала шел дождь небольшой я думала что я возможно уже не запишу сегодня видео это 100 и сегодня не будет видео на канале не выйдет юбилейная но нет видео выйдет потому что даже погода ко мне сегодня благосклонна здесь на пенерифе и прекратился дождь ради того момента чтобы я записала 100 видео для вас так что если у кого-то есть пожелания или какие-то вопросы что-то хотите узнать и я это знаю это я с радостью вам помогу подскажу что смогу но даже на телефоне у кого-то музончик а потом этот музон предъявый youtube китай за авторские права то что он звучит этот музон в твоих видосиков твоих блогах в общем такие дела не судите строго подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки обязательно колокольчик колокольчик пишите 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 комментарии радуйте меня я знаю что сейчас то что я снимаю мало кому интересно наше время публики для которой я это снимаю она может понять о чем я говорю сейчас это не топ тема но возможно когда-то это будет интересно через несколько лет через несколько десятков лет может кому-то и сейчас интересно так что не стесняйтесь пишите комментарии свои всех люблю ценю уважаю что вы терпели мои 100 видосов с таймингом в среднем около 17 минут я вас поздравляю и до новых встреч аста-пронта аста-пронта